здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас и сегодня у нас в гостях человек которого вы знаете и любите это капитан первого ранга в мс сша по-английски это звучит captain of the united states небе а также человек имеющий фармацевтическое образование которого называют аптекарь а также как он вообще жив после этого сын стоматолога и и самое главное он трампист что это такое не точно неизвестно но судя по коннотации это очень нехороший человек говоря по-простому по-научному виноват редиска юра я по-моему все твои регалии перечислил не все еще есть колбасные евреи но да 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 но ты колбасный еврей ну конечно куда же без этого шалом эздрай ло чикаго из-за прохладного и украины где мало света вот как раз потому что ты сейчас в украине первый вопрос такой какова сейчас обстановка в самости на это на заложный напряженная напряженная холодное электричество мало подают света тоже люди напряженные обстановки га они готовятся и к очередной большой русском наступлении но духом не падает все понимают что это грядет и держится ну и верят в то что русские не пройдут ничего у них не получится и я также если бы я не давал присяги украине я не украинец но я бы здесь не находился если бы я тоже не верил что украинцы дадут отпор дадут жесткий отпор хотя помощи на сегодняшний день все равно я считаю хотя говорят о большой помощи вот она идет вот она идет ну пока что ее еще не видно но я думаю что лёд тронулся как сказала старт бендер господа присяжный лёд тронулся все-таки я думаю очень скоро украинцы получат необходимое им оружие и тогда уже погонят эту мразь со своей земли а вот как ты в количественном отношении оцениваешь размер помощи украины со стороны соединенного королевства германии соединенных штатов потому что вот после сегодняшнего выступления в европарламенте президента украины зеленского и после того как он был принят на даунинг-стрит в лондоне уже даже сроки называются это середина тире конец марта этого достаточно вот с твоей точки зрения я военный человек мне всегда будет недостаточно потому что чем больше оружия тем меньше гибнет моих воинов поэтому всегда нет конечно же недостаточно но есть минимум который запросил генштаб украины и мы будем напирать на наши власти и продолжать требовать от наших властей чтобы далее то что то что нужно генштаба украины им виднее потому что у них полная картина перед ним стоит и они ответственны за ведение войны интересно как принимали это зеленского великобритании вообще как у нас в конгрессе его принимали тогда стоя аплодирует крича восхищаясь и может быть это там частично его актерские таланты ну неважно конечно же у нас вчера было поступал наш президент перед конгрессом обращение к нации это были звезды и хохот и и все остальное когда он когда он говорил и буллинг и я помню как наш конгресс аплодировал стоя президенту зеленскую поменялись бы они как то что ли у нас намного популярны чем чем наш президент ну и то же самое конечно великобритании он добивается конечно очень многого и но он должен иметь дело вот с этими политиками с этими так говорится с людьми с пониженной социальной ответственностью эти политики которые малодушные продажные и так далее и так далее ему надо конечно маневрировать между ними но мы общество и западное общество и украинское общество мы должны делать свою работу он свою работу поэтому я надеюсь что конечно вот я только что сейчас прям перед того перед вами был на польском телевидении и что поляки британцы они конечно огромную помощь украине вот они реальная помощь если бы мы наша администрация соединенных штатов америки опять же администрации не конгресс я знаю что они начнут республиканцы демократы там весь конгресс нас то есть американский народ он на стороне украины и требует чтобы дали в англии чтобы дали оружие чтобы дали все необходимое для украины а белый дом администрации то есть исполнительная власть почему-то тормозит это вот наша задача это продолжать нажимать на наши власти чтобы они участвовали в этом примерно так же хотя бы не меньше так мы лидеры мировые не меньше чем великобритания и польша теперь вопрос о грустном вот сейчас по информации многих разведок у границ украины собрана серьезная группировка российских войск там по разным оценкам от 300 тысяч до полумиллиона штыков три тысячи с лишним танков порядка трехсот самолетов и четырехсот вертолетов или наоборот нанесут то есть группировка достаточно серьезная около 800 старых советских рссо типа град смерч в этой связи вопрос такой вот как ты оцениваешь огневые и наступательные возможности этой группировки насколько украинцы они смогут даже западным оружием как они смогут этому противостоять твоя точка зрения смотри у меня опять же я не хочу комментировать потому что у меня нету полной картины всего фронта это только у генштабу залужную там генерала буданова есть это полная картина да насколько я понимаю ребята говорят мне что они собрали огромную огромную армию на границе там массированную некоторые ребята мои друзья американцы говорят что они уже тащат танки из африки т-34 на модернизированный но т-34 ну это мне говорит то что этими танками они не смогут пользоваться в наступлении то что просто пожгут ну как артиллерию закопать оборону но почему нет можно и очень такая картина конечно странная но опять же я хочу повторить меня бы здесь не было если бы я думал что украинцы не устоят что украинцами дадут им опор поэтому они готовы это не 24 февраля они боевом духе украинцы конечно же сравнивать силу невозможно нереально это не равноправый неравноценные неравноценные силы и в вот и напомню тебе не израильтянам мне рассказывать как это делается с огромными массами народу которые просто бежит на или неслаженно но и напомню этот анекдот когда в академии фрунзе полковник читают лекцию горит из китая война что мы будем делать и майор там иванов по первому горит по их так миллиарда армия миллион наверное будет использовать их там сто раз больше чем нас надо быть ядерное оружие он им говорит нет и правильно потому что сегодня мы так не воюем и воюем по-другому вот например в израиле них было стократное большинство они были в окружении арабских стран и в сто раз было арабов больше чем израильтян они разбили в течение шести дней понимаете о чем я говорю как он сейчас военный майор иванов говорит да полковник только у меня один вопрос а где мы возьмем столько евреев поэтому тут тут дело в том что украинцы обстреляны и они готовы они продуманные они обученные и да у них уже есть какое-то и западное оружие они умеют пользоваться и израиль поделился снарядами тем желаем лисом который был в израиле в израиле были вот такие при позиции при позиции то есть уже стояли оружие в ангарах которые мы дали бесплатно израиль на случай войны если израиль нужно они могут оттуда это взять бесплатно и пользоваться во время войны но вот сейчас оттуда это изымается снаряды переводится в украину это такого тоже своего рода ленд лис который был дан израилю ну и думаю что в конце концов украина победит просто вопрос времени и цены которые она платит то это пока мы вот раскачиваемся но качали уже этот авианосец начал разворачиваться медленно разворачивается понятно теперь вот как раз мы подходим к самому неприятного вопроса вот почему вот с тобой всегда вот всегда с тобой я ожидаю неприятного ну юра ну чего от еврея можно ожидать приятного я только хотел это сказать что это банально но понятно но вопрос вот какой сейчас разгоняется информация со вчерашнего дня ее озвучил на дожде телеведущая екатерина контрикадзе со ссылкой на вашингтон пост что республиканцы в соединенных штатах против помощи украине я хочу понять вот именно вот речь идет о всей республиканской партии или речь идет об отдельно взятых людях и в конце концов вот ты можешь поставить точки над и и раз и навсегда объяснить это республиканцы против помощи украины или нет в тысячный раз я уже рассказываю это раз и навсегда в тысячный раз что проблема не в республиканской демократической партии проблема между конгрессом томишь народом соединенных штатов америки и исполнительной властью в белом доме администрации это кто-нибудь это не демократ это не республиканцы кто тормозит лэндекс это не республиканцы которые не дают эти пакеты и все остальное екатерина контрикадзе с которой у меня есть тяжелое прошлое опять же вашингтон пост нью-йорк таймс сильным копия ну еще есть какие-то источники то еще есть какие-то источники которых можно что-то но нельзя вот только вот вот прям так вот сосать соровская вот эту свору ну ну еще что-то нужно читать еще почитайте израильскую какую-нибудь прессу британскую нельзя только американскую три источника и они все это рупоры белого дома это рупора демократической партии и конечно они запугивают постоянно что если придут республиканцы то помощь остановится буквально три месяца там у нас если придут республиканцы то все капец мы пришли республиканцы что мы видим помощь пошла как раз ландштуле штутгарде пардон никаких танков через несколько дней госпожа спаркс подняла бучу линдзи грэм сказал дать атакам все главы республиканские всех комитетов сказали дать танки оружие украине и что-то началось правда потом с танками сказано не сейчас потом будем делать так сейчас значит самолеты уже обещают они уже бегают а вы не видите хорошо но вы видите что это совпадение такое что пришли в конгресс республиканцы и лед тронутся ну конечно же и республиканцы вот запугивание ли чуть что значит так при республиканцах воины заканчивались всегда традиционно но исторически так при демократах они всегда разгорались потому что слабые лидеры потому что они социалисты у них об 100 демократов конгрессе у нас сказали что они не будут рассуждать социализм вот пожалуйста спросишь теперь госпожу катракадзе господина сейчас еще выступил этот толковский который почему-то считает себя евреем и поэтому имеет право рассказывать антисемитские анекдоты и я обижаюсь на него из-за этого не потому что я еврея потому что я лучше чем он рассказываю анекдоты как комик меня это раздражает что вот придут если придут республиканцы то все вот тут вчера ли позже рассказал также господин невзоров сказал что трамп сказал что никакой помощи украине там ничего подобного не говорил это сказал один трамп хейтер обезоров подает как там сказал вот и все и басману который него берет интервью сидит или клада конечно да это вот такая журналист это такая вот соросятина такая вот дэмшиза российская которая продолжает это делать запугивает этим а пока что это над нами летает китайский шарик 777 разведывательный наш предел как не может принять решение что с ним делать единственно что он мог сказать сразу же а при трапе было три шарика правда потом ему говорят мне при таки вообще ни одного не было китайцы или тихо и наша разведка и нашего время горит не менее не было когда тогда не было ну ладно ну все новые люди уже услышали уже разносятся а при трампе было три таких шарика значит летали чуть что значит трамп чуть-чуть я уже не могу это доказывать мне уже это надоело мне такое впечатление что я вот хожу с тобой где-то в четырнадцатом веке и мы говорим не евреи кровь христианскую не пил не вот мы не пьем ребят серьезно не пьем вот вы не видели чтобы мы ее пили а битвили видели пьете еще как пьете нет но вообще-то полезные члены общества мы профессора учителя врачи музыканты художники там что еще там мою юристы огня не вы крови кровососы и все кровососы еще водка тракаты сказала решила кровососы и все и больше ничего не надо вот бельковский сказал что у кровососы еще не семитский анекдоты сказал и там невзоров который путина продвигал все время а потом говорит да ладно забудьте все что я говорил что я прекрасный президент и хороший лидер а теперь он трампа пугает я поняла что я устал с этими уродами спорить люди хотят верить хотят не верят это запугивание этим травм запугивание этим сыном его кто его сын кто трамп это трамп что ли останавливает ленд-лис это трамп что не дает оружие это при трапе у вас крым накрыло отобрали и начали войну ну ну вот каждый раз придумывается что-то новое каждый раз вот это отвлекается а вот он сказал а вот он елки-палки спроси хорошо кто из республиканцев против помощи украине кто назовите сейчас назову давай назови от такого персонажа постоянно подожди и как в конгрессе они говорят в конгрессе назови одного республиканца который против против помощи грин грин госпожа грин они все горят грин вот грин сказала ни копейки не цента украине потом она правда это забрала она сказал ни цента не проверенного проверить на отка теперь их спросишь а вы знаете что 30 демократов в конгрессе написали письмо байдену никакой помощи украине оставить всю помощь украине право они потом говорят отозвали письмо но неважно все голове то у них осталось и никакой помощи украине назовите одного человека из демократов который там подписал это письмо ни одного меня зовут не знаю знает только одну грин все и это поэтому все республиканцы все-все хотя они голосуют они протестуют хотя сегодня перед белым домом каждый день стоим мы наши единомышленники требуем ленд лист для украины по выросли бы это воскресенье еще будет по воскресенье у нас большие там демонстрации поэтому я всех призываю туда явиться и все мы республиканцы 90 процентов русскоязычного населения в соединенных штатов америки республиканцы 90 процентов украинцев соединенных штатов америки те которые работают на стройках и которые имеют маленькие бизнесы те которые вводят эти фуры они республиканцы не платят налоги как же вы можете здесь сидеть и слушать эту русскую демшизу который на вечном подсосе у сороса то республиканцы против против украины чтобы остановить когда мы там бьемся люди уходят с работы люди берут отпуск еще снимают машины едут в вашингтон а один из нас уже интервью взял диаспора юэй у госпожи спаркс насколько мы за украины все требуем оружие требуем и требуем больше а здесь госпожа петра кадзе комсомолочка наша и так далее все остальные будут вот просто говорить а трамп одно слово все и все нет 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 юр давай будем справедливы а во вчерашнем интервью ну по программке екатерины контрикадзе о трампе не было ни сказано ни слова послушай у меня у меня у меня с ней было программ 50 или 20 я не помню он был в каждой программе это был трамп из чаде рада это можно про него говорить мне они объявляют это неважно я не слышал ее и не слушаю но они все все подонят одно и то же хорошо замени катеркадзе на невзорова какая разница наша коллега у меня немножко иная точка зрения ладно хорошо юр мы сейчас должны прерваться на коробку тебя иная точка зрения что говоришь такое ну реклама двигатель прогресса вот вам капиталисты да перед тем какая-то капиталистическая реклама прервала мою мыслю я хочу закончить что вот значит эти вот так адрикадзе вот эти вот все демократы и либералы которые хотят все поровну все честно они хотят нам заткнуть рты и они мы уже видим что там мой канал гробит твой канал часто гробили тормозили сейчас мы знаем что наших друзей наших единомышленников значит прикрыли вообще на континент канал закрыли они добились свою призывают убрать меня и там и ларионова вообще с эфиров нюзмэкс в соединенных штатах америки тоже с платформы пытаются вот так вот это они они таким образом за свободу слова а как только тронут их они визжать что нельзя это как на фейсбуке забан убрали на неделю где свободы слова и так далее так далее поэтому это они мне напоминают вот знаешь кто искал по моему горбачёк подскал нас плурализм и двух мнений быть не может по этому поводу демократы вот такие они знаешь честные люди что главное заткнуть оппонента почему потому что аргументы нет они у них нечего аргументировать кроме того что ты трампист это армии ты еврей это вот аргументы на матовец значит я привык чем меня еще вот когда царушник царушник ты царушник ты работаешь на ты консерва вот эти аргументы у них а больше ни одного аргумента нет у них господа я прошу прощения у нас есть звонок давайте примем давайте прям за добрый день вы в эфире очень очень хорошо одно плохо только что нередко бывает я хотела бы спрашивали кто из республиканцев против помощи украине я знаю только одного но он очень очень имеет большую аудиторию это на факс ньюс карсон вот я хотела спросить можно ли ему как-то вправить мозги ну вправить в смысле того что объяснить что он абсолютно не прав что если потакать этому путину то вырастет сейчас он гитлер только с амбициями гитлера а если дать ему горю так он получит еще и силу то есть он подчините весь мир и будет тогда америка сражаться одна на один на один с этим чудовищем это понятно всем кроме него в республиканской партии спасибо большое спасибо я чрезвычайно благодарен нашей слушательницы за этот вопрос она с языка сняла я хотел задать вопрос вообще какой вес имеет такер карлсон кто это вообще такой вот ты можешь разъяснить я не знаю какого он веса почему это у тебя вообще кто-то с снял надо будет видимо тебя обрезали не в том месте но не важно белковский учись учились белковский как надо я хочу тебе сказать что ты белковскому или мне хочешь сказать или нашей зрительнице определить зрительница я я еще подожди а с дамой на вы с дамой на вы спасибо вам огромное во первых за комплимент мне очень приятно это слышать мне женщины редко делают комплименты такер карлсон не конгрессмен поэтому когда я спросил во первых я спросил назовите одно имя демократа который против помощи украины потому что 20 подписали письма но никто не знает ни одного кроме там может быть кортеза это александрия сумасшедшая но неважно дело не в этом дело в том что так как от мне конгрессмен его никто не избирал люди его не избирали позицию в садах америки он не конгрессмен он не представитель народу он еще хуже он журналист но журналист чрезвычайно популярный чрезвычайно популярных консервативных кругах в основном республиканцы не консервативно не считают деньги это капиталисты демократы это социалисты его там 100 демократов даже отказываться отказываются критиковать социализм но так как раз он чрезвычайно влиятельный человек он еще хуже чем его его слушают миллионы и миллионы людей так я его тоже слушаю он мне много-много лет нравится я с ним согласен практически во всем кроме когда это подходит дело украине почему-то я не знаю почему он очень настроен я бы даже так сказал агрессивно против украины и против почему-то президента зеленского вот у него что-то личное с ним он его обвиняет в диктаторстве но дело все в том что президент зеленский не делать ничего такого что не сделал президент рузвельт во время войны да ты не можешь иметь во время войны японская радио японская японских логистов в конгрессе и так далее точно также здесь они не могут сейчас иметь российское телевидение или пророссийские какие-то или вообще критику власти хотя довольно так идет он говорит частенько о коррупции в украине что имеет место и мы знаем что сейчас тоже идут здесь расследование комбинационные так как не кстати во время войны и как голда мере сказала коррупции во время войны коррупционеры привлекаются к изменникам родины вообще-то изменит родина это выше мера наказание во время войны вот так это где-то он про но вот я лично считаю что я с ним не согласен когда подходит к вопрос к украине и я призываю всегда и борис алло звони горючи я лишнее болтаю до поря пинкус который у нас глава республиканского представительства бруклини 45 дистрика он тоже пытается пытаемся сделать встречу с аккаунтсоном и поговорить с ним а украине вообще пригласить его украина вот украина как в израиле значит израиль приглашает этих людей посмотрели на израиль они возвращаются шан другими людьми они видят что по израиль измельчаник что они не пьют кровь они у них нету хвостов и рогов и так далее не то же самое я считаю что так пытался если его пригласят официально в украину приехать сделать репортаж отсюда он быть совершенно другим человеком потому что тоже кто-то его кормит вот этой дезинформации но я не знаю кто и как но то что он влиятельный человек это это так и есть это так и есть к сожалению а вот объясни мне теорию мы без этого не разберемся вот в кпсс равно как и в комсомоле в свое время было такое понятие демократический централизм то есть строгое подчинение меньшинства большинству то есть даже если ты не согласен ты обязан следовать линии партии то есть диктаторские фактически такие вещи но вот объясни мне пожалуйста вот есть ли такой демократический централизм в республиканской партии в сша в демократической партии сша вообще вот такое есть может ли себе иными словами член для республиканской партии не согласится с генеральной линии партии да и вообще есть ли генеральная линия партии прошу прощения перед тем как юра ответит давайте примем звонок да мы продолжим добрый день в эфире добрый день вопрос ваше мнение вот эти вот волны атак которые проводят русские сейчас на украинские позиции теряя огромное количество людей это ведь молодые ребята призы я не имею ввиду зэков которых вагдеровцы набрали вот это что у них это действительно такая промытость их вера в святое дело которое они защищают или это страх какой то что если они не выполнять их все равно убьют в чем дело вот такая как бы бессмысленность этих атак постоянных спасибо спасибо за очень хороший вопрос сложный очень вопрос мне очень сложно ответить я думаю что там есть много разных причин некоторые из них непросвещенные ну там деревенские ребята которым сказали они что-то делают некоторые я слышу под под наркотой мой дедушка вот он не часто рассказывал про войну но то что рассказывал что вот молодые бойцы они как раз отдавали своих наркомовских 100 грамм молодым бойцам потому что они выпивали и вперед за родину за сталина а те постарше солдата вот откуда предовщина пошла и обесценивание жизни солдата российского они не шли так в атаку с таким же азартом во первых не были трезвые во вторых они уже понимали что сейчас этих всех положит есть такие есть такие которые думают что они освобождают я уверен промытые мозги что они освобождают там мокру от фашистов украинцев и русский язычный народ поэтому они стирают их города с лица земли потому что стирают как раз от русскоязычные территории они дерутся и по разному они есть но то что в россии в принципе такая психология или такое отношение к человеку что там жизнь обесценно она вообще ничего не стоит там поэтому страховок таких нет там на жизнь еще ну коммера закопали все до свидания до свидания нет это жизни поэтому этих солдат догонят они они многие из них забиты в это в эту ситуацию им деваться некуда они должны но также сказать что у них это получается это стоит им сотни тысячи жизней но они медленно продвигаются медленно не продвигаются и все больше и больше и больше этого пушечного мяса и вот это пушечное мясо она ничего не стоит поэтому она так идет я не знаю ли я ответил на ваш вопрос я думаю я если позволишь юр я дополню я совершенно правильно сказал что это комплекс многих причин но здесь еще нужно разделить на каком этапе на этапе до призыва действительно существует в россии ложное понятие вот патриотизма долга что приказ начальника выполнять это твой долг и я знаю много таких людей это вот ложное понятие люди воспитанные именно в парадигме событий восьмидесятилетней давности далее это военная доктрина россии которая вообще она не считается с потерями ну как говорится помер максим да и хрен с ним вот и это действительно так хотя это и грубо звучит но тут еще надо понять тактику российских войск то есть за спиной стоят кадыровцы в виде заград отрядов которые стреляют свои это тоже нужно понимать и в данной ситуации они уже действительно не думают то что с чем они идут в атаку что у них в этот момент в голове у них в голове только одна мысль выжить больше ничего но выжить смотрите вот вы посмотрите многочисленные кадры когда они зарываются в землю и дроны украинские на них сбрасывают вот эти вот гранаты как она к 51 или еще как но неважно не в этом суть да вот и их там в этих окопах накрывают вы понимаете в данном случае они уже не думают это действительно биороботы натуральные биороботы и было бы очень наивно думать что вот именно на передовой они думают о чем-то сзади заград отряды их задача просто вот выжить может быть зарыться там как действительно это очень точно описал высоцкий не надо думать с нами тут все за нас решили вот это но там много тоже нельзя все это описать одним словом там есть профессиональные солдаты там есть псы войны там есть люди которые отравлены войной они все время там хотят рвутся в бой там комбинация разных 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 людей но в основном конечно же это пушечное мясо который ну как и как говорил лучший вождь и учитель лучший друг всех физкультурников количество иногда переходит в качество и их много их много и мобилизация про проходит и вообще когда говорят о мобилизации они смогла они могут мобилизировать всю страну закрыть все дать карточки будете работать 24 часа в сутки за 200 грамм хлеба это было часто в россии это делалось и ничего их не останавливает сделать это еще раз люди которые мыслящие люди которые еще что-то в основном уехали или погибли в флагелях то это это конечно же генофонд очень бедный в россии у нас есть еще один звонок я никогда не отвечу на фильме фарба здравствуйте юрий здрасте возвращаясь к карстону я посмотрел статистику просмотра его шоу и я вижу чуть чуть больше чем хеннете ежедневно почти 5 миллионов и но это как вы говорите промытые и неужели вы думаете что это влияет на как говорит на все население америки этого мне раш лимба которого было 28 миллионов и ежедневно 5 миллионов это тоже 5 миллионов он имеет влияние он имеет влияние может быть не кто-то другой но у разные в америке все разные есть выступления каждый из нас имеет какое-то влияние я наверно сравниваю с собой поэтому мое влияние и его влияние два раза влиять даже если меня вместе с гимильфарбом взять вместе все равно мы на нас мы не раскребем 5 миллионов в день если вместе с гимильфарбом то вы можете уже открывать новый блог под названием грузинский новый блог 2 юрия понимаете в сравнении 5 миллионов в день на 5 миллионов в день это большие просмотры и люди его смотрят люди его слушают и это не не быдло это не это люди которые платят налоги имеют голос ходит это люди которые 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 влиятельные в обществе тоже найти надо надо разбираться какие 5 миллионов это 5 миллионов которые сидят в субсидированной квартире на бесплатную еду или это люди которые платят налоги и голосуют юр так все таки вот пока нет вопросов ответь на мой вопрос про демократический централизм в американских партиях сейчас я отвечу сейчас я все собираюсь понимаешь наша страна была построена наши отцы-основатели вообще не рассчитывали что будут какие-то партии нас не было партии первоначально я надеюсь может быть чтобы спасти нашу страну надо таких партий избавляться что одно и что другое но это невозможно она была построена стейтсман стейтсман то есть те люди которые представляют штат лояльность штату и ты должен и поэтому это у нас не чистая демократия у нас конституционная федерация то есть люди представляют штат тебя у тебя выбирает мой штат и ты представляешь в конгрессе в общем поэтому централизации как таковой нет но потом сформировались партии 2 партии республиканской демократической в чем фундаментально в них родится многие скажут эти консервативные эти либеральные теле валить право нет не в этом металле разница в том что демократы они централизованы вот они больше похожи на нас на советский союз наш любимый все решается в москве все решается центрально все решается в вашингтоне все школы как лучше все больницы как работают как дороги строят и так далее и так далее это централизованное решается вот про аборты чтобы у нас большая большая проблема с этим вопросом а республиканцы они больше от штату относятся поэтому они больше то что вот эти все вопросы должны решаться на уровне штата или губернии и так далее каждый выбирает там свою полицию каждый выбирает свою свою пожарную команду и так шерифа и так далее на на уровне на на меньшем уровне поэтому демократическая партия она более организованная и там они да они у них лояльность к партии а не к штату а у республиканцев них больше все лояльность к штату чем к партии поэтому у нас идет рука этому у нас такой разнобои в республиканской партии а здесь демократическую папа там пионеры там 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 комсомольцы, там вот у них все есть это. И они, как вот госпожа Лоси решила, значит, они все вместе. Кто начинает брыкаться или что-то делать не так, его переструнивают демократической партией. И вот на сегодняшний день есть несколько конгрессменов, которые или поменяли партию и перешли в республиканскую, или они стали независимыми. Поэтому республиканская партия, демократическая партия потеряла несколько голосов в Конгрессе таким образом. Кто из знаменитостей поменял партию? Ну, самый знаменитый, наверное, Реггин. Реггин много лет был демократом, а потом стал республиканцем, он поменял партию. Он посчитал, что, ну и, конечно же, ненавистный всем нам Трамп. Он много-много лет и поддерживал, и Клинтон, он поддерживал демократическую партию, но в самом конце поменялся и перекинулся на республиканскую партию. Хотя у него очень много было его идей, и было многих вещей, которые он вел в жизнь. Это были демократическая платформа. Вот как раз, почему его в республиканской партии тоже сняли? Потому что у него много идей было все-таки от демократической партии. Строить дороги, делать такой централизованной по всей стране дороги, мосты ремонтировать и так далее. И это многим республиканцам не нравилось. Понятно. с колбасным евреем и так далее. Ну, это есть такое. Даже аптекарем может. Не, ну, может, конечно, ну а что? Ну, хотя, честно говоря, мне вот нравится то, как это устроено в американской армии. То есть если у тебя нет гражданского высшего образования, то ты карьеру не сделаешь. У тебя должно быть высшее образование гражданское, чтобы стать офицером. Да. Чтобы быть офицером, у тебя должно быть... В основном это инженерами они становятся. Ну, есть и другие профессии. Но в основном, наверное, инженеры. Разного рода инженеры. Чтобы стать высшим майора, подняться в звание, то у тебя должна быть академия. То у тебя должна быть как бы аспирантура по-русски, как это называется. Да, ученая степень. Да, аспирантура. Ученая степень. Да, ученая какая-то ученая. Маленькая, но ученая степень. Так что, можно сказать, я ученый. Ученый. Ну да. Но все равно про тебя говорят, что... Да он же аптекарь. Какой он офицер? Ну, аптекарь, который может поставить клизму. Очень грамотно. Могу сказать. Аптекарь, который аккуратнее. Потому что я специализировался в ядах. Это важно. То есть, если что, с новичком ты разберешься. Смотри, если шутки в сторону, это помогло в моей карьере, потому что в какой-то степени я занимался уничтожением и слежкой оружия массового поражения. Ядерного, химического и биологического. И вот я продвинулся в оружии химического и биологического оружия. Почему? Потому что я немножко подебал в этом. А, то есть биогуси, биоклопы, боевые там комары. Это твоя работа? Ну, я помогаю, чем могу, да. А, помогаешь, чем можешь. Ну, понятно. Юр, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Толя, спасибо огромное за помощь в проведении эфира. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши замечательные вопросы. Я напоминаю, вы слышали точку зрения капитана перворанга ВМС США Гарри Юрия Табаха. Но я напоминаю другое. Выводы делать только вам. И да, конечно же, слава Украине! Героям слава! Героям слава! До встречи, друзья! До свидания! Всего хорошего, господа! Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok